Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история. Средние века. Шестой класс» за авторством Ведюшкина Уколовой серии «Сферы». Доколумбовая Америка. Вспомните, кто и когда в средние века побывал в Америке. Что ж, кто это викинги? Именно они еще в начале и в середине своих различных путешествий, так как они были великолепными мореходами, они ухитрялись добираться сначала до Исландии, Парерских островов, которые находятся в Северном море, потом они добрались до Гренландии, а потом они добрались до самой Канады и основали там свои поселения. При этом, учтите, викинги очень четко описывали, что климат тогда был совершенно другой, то есть в той же самой Гренландии не было никаких ледников, это был зеленый, цветущий, огромный остров, процветающий. Исландия тоже была намного более приветливым местом. Ну а Канада, остров Лабрадор, где они высадились, вернее полуостров, так вот, там виноград дикий рос, то есть это было очень теплое место. Сейчас на Лабрадоре никакого винограда, там пшеница-то нифига не растет, не говоришь ни про какой виноград. Так что климат тогда был намного более теплым, чем он даже есть сейчас. Так что к вопросу о глобальных потеплениях, глобальных похолоданиях, как видите, всего лишь примерно тысячу лет назад было намного теплее, и как-то, знаете, ничего, жил себе спокойный народ. А сейчас нам ученые заливают в уши и рассказывают всякие сказки, что якобы глобальное потепление. Ага, конечно. Ну и было это, собственно говоря, в самом начале средних веков, то есть где-то с 8 по 11 векам. В своем развитии Америка сильно отличалась от Европы, Азии и Африки, ведь она была полностью изолирована от них. Но здесь тоже возникли государства, расцвели цивилизации майя, ацтеков и инков. Древние цивилизации Америки. Люди пришли в Америку примерно от 25 до 40 тысяч лет назад из северо-восточной Азии. То есть они шли через российский Дальний Восток, через Чукотку, далее на Аляску, и уже от Аляски через всю Северную Америку расселялись дальше на юг. То есть Северная Америка была заселена раньше, чем Южная Америка. При этом они, конечно, освоили огромные территории. В древности и в средневековье редкие контакты с Европой не сыграли важной роли ни для Америки, ни для Европы. Когда в 1492 году Колумб достиг Америки, ее населяло множество племен с разным уровнем развития. Некоторые из них уже создали достаточно высокоразвитые цивилизации, самые известные из которых – майя, ацтеки и инки. Каждая из них не только опиралась на собственные достижения, но и усваивала культурные традиции покоренных народов. По уровню развития государство до Колумбовой Америки сопоставимо с Древним Востоком. В них использовался труд рабов, но преобладали свободные земледельцы и ремесленники. Объединенные в общины Усиливалась власть правителей, опиравшихся на чиновников. Большим влиянием пользовались жрецы. Основным занятием было земледелие, в котором и майя, и ацтеки, и инки достигли высокой эффективности, несмотря на отсутствие тяглого скота и самые простые орудия труда. Они очень умело учитывали особенности климата и почвы, создавали террасы для посевов на горных склонах, оращали засушливые земли и осушали болота. Ацтеки создавали на озерах насыпные острова-грядки. Индейцы выращивали кукурузу, картофель, томаты, какао и хлопок. Ни одна цивилизация до Колумбовой Америки не знала таких широко применявшихся в старом свете достижений, как колесо, гончарный круг, выплавка железа. Из золота, серебра и меди индейцы делали украшения и предметы религиозного культа. Крупных животных приручили только инки. Они разводили ламу, которую использовали для перевозки грузов и получения шерсти. Колумб решил, когда доплыл до этих островов, что находится рядом с Индией, и назвал местных жителей индейцами. Позже Америка получила еще одно название – Новый Свет. В отличие от Старого Света – Европы, Азии и Африки. Майя, Ацтеки и Инки придерживались разных языческих религий, но и у их верований было много общего. Их божества были тесно связаны с небом, небесными телами и явлениями природы. Поэтому астрономические наблюдения и календарные вычисления стали частью религиозных обрядов и выполнялись очень тщательно, с поразительной точностью. Священно действия сопровождали все повседневные дела. Важную роль играли человеческие жертвоприношения. Государства Майя и Ацтеков В VII-VIII веках на полуостров Юкатан в Центральной Америке, то есть это сейчас территория Мексики, достигла расцвета цивилизация Майя. В их городах-государствах, поленки, чечен-итца и других, процветали ремесла, науки и искусство. Но позже междоусобные войны ослабили их. К северу от Юкатана в XIV-XV веках могущественное государство создали ацтеки. Они подчинили окрестные племена. Власть правителя ацтеков усиливалась и распространилась на всю центральную часть нынешней Мексики. В их столице Теначтетлан насчитывалось до 100 тысяч жителей. Поражает техника каменного строительства майя и ацтеков. Его лучшие образцы – храмы в виде пирамид и дворцы правителей, а также поля для ритуальной игры в мяч. У майя сложилась система письма на основе иероглифов, дополнявшихся картинками. У ацтеков рисуночное письмо с элементами иероглифов известно с XIV века. Долгое время никому не удавалось расшифровать письменность майя. Российский ученый Кнорузов, который родился в 1922 году, а умер в 1999, узнал, что один ученый считает эту проблему неразрешимой, и возмутился. Как это неразрешимая проблема? То, что создано одним человеческим умом, не может быть разгадано, не может не быть разгадано другим. В отличие от Шампальона, расшифровавшего древнеегипетские иероглифы, у Кнорузова не было двуязычного текста. Однако он разработал собственный метод дошифровки древних текстов и с его помощью первым прочел письменно майя. Держава инков На западе Южной Америки существомогущественное государство создали инки. С XII века инки подчинили себе соседей. Со временем здесь возникло государство с сильной центральной властью. Его вождь считался потомком солнца и носил титул Верховный Инка. Держава инков протянула с севера на юг почти на 5000 километров и покорила множество народов. Мощенные дороги с навесными мостами и тоннелями соединяли столицу, город Куска, с окраинами. Правителю принадлежала вся земля в государстве. Он сам получал урожай с полей Верховного Инки, а жрецы – урожай с полей Солнца. Урожай с остальных земель распределялся между всеми. Инки создали узелковое письмо Кипу, что означает «узел». Кипу – это шнурок или палка с привязанными к нему разноцветными шнурками с узелками. С помощью Кипу можно было оживить в памяти важную информацию, например, по сбору налогов. Вопросы и задания. Что препятствовало установлению тесных связей между цивилизациями Америки? Обратите внимание, здесь речь идет конкретно о цивилизациях Америки. Так вот, проблема была в очень больших расстояниях и в очень, знаете, неразвитости все-таки связи. Слишком много было расстояний, особенно в Южной Америке. Извините, прокладывать дороги через джунгли – это было нереально. К примеру, те же цивилизации майя, ацтеков – они существовали в основном в горных районах, а не посреди джунглей. В джунглях, например, посреди Амазонки в той же Бразилии никаких цивилизаций и близко не было. Ну, может быть, конечно, некоторые утверждают, что там были какие-то цивилизации, но от них ничего практически не осталось. Так что известны нам те цивилизации, которые в основном жили в горах, а не в джунглях. И, собственно говоря, рельеф, общая неразвитость, климат, вот эти вот джунгли – они препятствовали развитию связи между этими народами. Хотя в Северной Америке таких проблем не было, но там тоже присутствовали определенные проблемы. Подумайте, какие практические потребности народа майя могли способствовать развитию знаний в области математики? Дело в том, что знания майя в области математики – они совершенно запредельные. Они знали такие вещи, которые даже при нынешнем уровне цивилизации, со всеми нашими компьютерами, спутниками, орбитальными телескопами и всем прочим, так вот даже сейчас не все из знаний майя могут применяться. Некоторые их знания были слишком развитыми. Откуда они их взяли – совершенно непонятно. И зачем они им требовались – тоже непонятно. Можно только предположить, что часть знаний использовалась для создания очень высококачественных календарей. Календари майя были очень точными. И вроде как они использовались, эти календари, для более точного понимания, когда надо сеять, когда собирать урожай. То есть для сельского хозяйства. Но настолько точные календари для сельского хозяйства все-таки не нужны. Так что много вопросов с этими знаниями майя. В чем сходство и различия в развитии государств до Колумбовой Америки? Сходств у них довольно-таки много. Как правило, это были государства, которых всего три на огромных территориях. В основном они определенно отставали в своем развитии от Евразии. Но причина здесь была проста. В Евразии население расселилось намного раньше и развиваться начало намного раньше, чем на американских континентах. Потом это определенные проблемы у этих народов были с пахотными землями. Что ацтеки, что майя, что инки. У них у всех были очень гористые территории. Поэтому пригодных для земледелия территорий было достаточно мало. И приходилось постоянно отвоевывать эти территории у окружающих гор. Так что приходилось очень и очень много работать. Но были и различия. Майя, одна из древнейших цивилизаций, а это были в основном города-государства, как в Древней Греции. В то время как инки, например, или ацтеки создавали крупные государства, более похожие на Древнеримскую империю или, например, державу персов. То есть это были уже такие полноценные древние империи. Подведем итоги. Почти на всем протяжении Средневековья наиболее развитые страны Востока опережали страны Запада. Однако развитие стран Востока было лишено характерного для Западной Европы динамизма. Азия, Африка и Америка развивались очень неравномерно. В каждой из этих частей света существовало по нескольку различных цивилизаций, не похожих не только на христианскую Европу, но и друг на друга. Достижения культуры стран Средневекового Востока обогатили мировую цивилизацию. Неотъемлемой частью истории Востока был мир кочевников, таивший угрозу для соседних с ним земледельческих цивилизаций, но в то же время создавший собственную самобытную культуру. Объединение монголов и создание у них государства сопровождалось завоеваниями Чингисхана и его преемников. Однако образовавшаяся держава оказалась очень непрочной. Столь же непрочной была и огромная держава Тимура. На развитие северной части Африки большое влияние оказали ислам и торговля с арабским халифатом. В исламском окружении Эфиопия сумела сохранить христианство и создать замечательную культуру. В доколумбовой Америке сформировались четыре цивилизации, каждая из которых достигла высокого уровня развития и внесла важный вклад в развитие человечества. Буквально только что я описывал американские цивилизации, и вы можете сразу же спросить, а что за четвертая? Четвертая цивилизация – это североамериканские индейцы. Речь идет именно о них. Они тоже создали очень самобытную цивилизацию со своей своеобразной культурой. Вопросы для обсуждения. Какие общие черты были в развитии Индии и Китая в эпоху Средневековья? Общих черт там было не слишком-то много. Можно оценить, конечно, создание государств, но у Китая все-таки было единое государство, а Индия была раздробленной. Индия много раз пыталась создать единое государство, но фактически до 20 века им это так и не удавалось, в то время как Китай был един. Это очень большая разница между этими странами. Общего же все-таки можно отнести то, что это развитие религиозное, развитие философское, общее развитие ремесел, увеличение населения, освоение территории. Почему державы Чингисхана и Тимура оказались менее прочными, чем Османская империя? Османская империя полагалась на более древние территории, и, что немаловажно, имела лучшую связь между своими провинциями. Держава Тимура, держава Чингисхана – это были сухопутные державы. То есть для того, чтобы связывать между собой огромные пространства, нужно было строить дороги. Но эти народы этим не занимались, эти государства. Держава же Османов, она располагалась на территории Средиземного моря. По морю можно было быстро и легко добраться фактически до любого конца этой огромной державы. Следовательно, и связь от столицы до различных концов империи была намного лучше. Поэтому и контроль был лучше. Поэтому и не распалась. В истории каких стран Азии и Африки важную роль сыграл ислам? Ну, для стран Азии и в Средней Азии, и вплоть до Северной Индии, ислам играл, конечно же, важную роль. Потом и для стран Северной Африки, тот же, например, Судан, Египет, Мали, там ислам и связи с арабским халифатом имели очень важное значение. В чем заключалась эта роль? Ислам приносил очень хорошее развитие торговли, торговля приносила развитие связей. В прежние племена, которые жили своими какими-то племенными общинами, появлялись предметы роскоши, появлялась культура, появлялось влияние гораздо более высокоразвитых народов, появлялись гораздо более развитые инструменты, которые позволяли намного лучше делать разные вещи. Например, создавать какие-то свои предметы, роскоши, создавать какие-то свою утварь, мебель, посуду, намного лучше обрабатывать землю. Все это развивало народы, которые тесно общались с арабским халифатом.